30 мая ежегодно проводится Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Основная цель привлечения внимания общественности к этим важным проблемам. Улучшение осведомленности врачей, пациентов и населения об этих заболеваниях. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Более 40% населения планеты имеют те или иные аллергические проявления. У каждого третьего диагностируется аллергический ренит и каждый десятый болен баронхиальной астмой. В последние десятилетия возросла частота факторов, стимулирующих аллергическую чувствительность организма. Основные симптомы аллергии — чихание, заложенность носа, насморк, покраснение и зуд глаз, кашель и кожный зуд. С каждым годом детей с аллергическими проявлениями становится все больше. По словам врача-педиатра Екатерины Самодуровой, для выявления аллергена необходимо пройти несколько этапов. Чтобы уточнить диагноз аллергического ренита, мы отправляем детей на консультацию сначала до врача, чтобы можно было дифференцировать от других заболеваний инфекционного генеза. И затем к аллергологу-иммунологу, который проводит уже детальное обследование аллергологическое. Это кожные пробы, чаще всего это пректест. И обследование иммунологическое. То есть это берется ИФА, иммунофридуцентный анализ, где определяются специфические иммуноглобулиния антитела конкретным аллергенам. В соответствии с полученным в ходе диагностики данными, специалист подбирает наиболее подходящую для каждого ребенка тактику лечения. Одним из главных предрасполагающих факторов развития аллергозов является наследственная склонность к аллергическим патологиям. Также немаловажную роль играет искусственное вскармливание, перинатальное повреждение дыхательной и центральной нервной систем, длительное и массивное и раннее воздействие аллергенов. Как правило, для разных возрастных групп характерны различные аллергены. Оксана Вишнякова обратилась за помощью к специалистам, когда ее сыну было всего 3,5 года. Именно тогда начали появляться первые симптомы. Началось все банально с реакции на косточковые, то есть на яблоки. После начался сезонный аллергический ренит, конъюнктивит и все закончилось обструктивным бронхитом. Екатерина Васильевна очень помогает нам с обструктивными бронхитами, означает грамотное лечение, очень нас это выручает. Быстро ребенок идет на поправку, ему становится легче. Вылечить аллергию полностью практически невозможно, но можно значительно снизить риск обострения и достичь длительного периода ремиссии. Для профилактики возникновения аллергии специалисты рекомендуют правильно питаться, избегать стрессов, не пользоваться агрессивной бытовой химией, не заниматься самолечением с бесконтрольным приемом препаратов.